В регионе может появиться первый вертолет, который будет оснащен реанимационным оборудованием. Его используют для целей санавиации, услугами которой жители отдаленных поселков пользуются регулярно. Эту новость озвучили во время встречи представителей партии «Единая Россия» с медицинскими кадрами. Речь шла и о проблемах, с которыми сейчас сталкиваются врачи, а также средний медперсонал. По словам первого заместителя председателя собрания депутатов Нейнского округа медицина, это самая волнующая отрасль. На ее развитие ежегодно из сказанной региона выделяется 1 миллиард рублей, когда общая сумма бюджета всего 15 миллиардов. Впрочем, и этих денег не всегда хватает, чтобы наша медицина шла в ногу со временем. Так, например, настали времена, когда отделению скорой помощи необходимо обновлять свой автопарк. Но средств на эти цели пока нет. А работников отделения санавиации волнует вопрос, связанный с доплатами за незапланированные вылеты в населенные пункты. В других регионах такая практика существует уже давно. Представители партии «Единая Россия» этот вопрос пообещали продумать и решить. В свою очередь, генеральный директор Наринмарского авиапредприятия Валерий Остапчук сказал, что в регионе в перспективе может появиться первый вертолет, который будет оснащен реанимационным оборудованием. Зачастую из отдаленных поселений в центральную больницу приходится доставлять тяжело больных пациентов. А вот работники инфекционного отделения хотят знать, когда для них построят новое здание. Анатолий Мяндин заверил, в планах администрации Ненецкого округа такое желание есть. Но точные даты будут известны лишь после выборов, которые, напомню, пройдут 14 сентября. Те вопросы, которые сегодня остались открытыми, это и нехватка денег по обязательности сельского страхования, это приобретение оборудования, это и, о чем мы говорили, о кубках новых машин для скорой помощи. Конечно, эти вопросы будут решаться. Продолжение следует...